Сегодняшняя тема, она как бы не каждому будет интересна, но она будет полезна, потому что многие обращаются и многие не знают, где искать наши японские автомобили. Скидывают ссылки с авито, с автору. Допустим, сегодня скинули ВИЦА, о, не ВИЦА, извиняюсь, ФИТА, там чуть ли не в максимальной комплектации, 16-й год за 500 тысяч рублей в новом кузове, еще гибрид полторашка, ну где такие цены взять? Человеку объясняем, что не бывает таких цен, ну как же, ну вот я же вот с авито вам скинул объявление, ну позвоните, ну поедьте, посмотрите, вам че сложно? Нам не сложно, просто это однозначно развод какой-то. В центральной части России, да, это актуально, это популярные сайты, что авито, что автору, ну по большей части именно вот с авито скидывают. Но у нас это какой-то разводняк идет, я, если честно, сам не понимаю смысл таких объявлений. Сегодня, кстати, у нас уже на канале есть такое видео, где мы разбирали дром. Сегодня еще раз зайдем, разберем дром, какие галочки ставить, ну в общем, что ставить, что не ставить, куда лезть, что смотреть. Подробненько покажем, прям запись с экрана сделаем, расскажем, как искать. Много вопросов, сколько стоит проверка автомобиля, практически в каждом видео говорим, проверка автомобиля стоит 2000 рублей, что вы получаете, что мы получаем. Получаете вы фотоотчет, порядка 200 фотографий, плюс видео, где будет все, 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 абсолютно все про автомобиль. Более, конечно, подробная информация уже по телефону. Вот, также напоминаю, скоро у нас состоится розыгрыш, поиск автомобиля под ключ, реально бесплатные поиски автомобиля. Тоже у нас видео выходило, поэтому кому-то действительно интересно, поддерживайте канал, подписывайтесь. Вот, и еще один такой, часто задаете вопросы, с какими транспортными компаниями вы работаете. Друзья, работаем абсолютно с любыми транспортными компаниями. Вот, какую транспортную компанию назовете, туда мы вам автомобиль и отгоним. То есть, будет договор, будет опись, все будет. Конкретно мы стараемся автомобили отгонять в компанию TechSnap. Почему? Потому что основная масса автомобилей, они уходят со вторым козеленый угол. TechSnap как раз находится на вторым козеленый угол. Работаем с ними уже довольно давно и каких-то таких косяков, замечаний нет. То есть, там ответственные ребята, хорошо принимают автомобиль, отзывы, в принципе, о них положительные, очень хорошие. Поэтому работаем с ними. Потому что, ну, знаете, если честно, как-то не хочется садиться на чужой автомобиль и гнать его там через весь город в какую-то другую транспортную компанию. Ну, естественно, мы идем людям на уступки, идем людям на уступки. И если вы захотели другую транспортную компанию, мы обязательно поставим в ту, в которую вы скажете. Что касается конструкторов, тоже вот недавно вопрос задавали. Не то, что вопрос задавали. Человек собрался приобрести конструктор. Ну, мы ему говорим, заказываю эвакуатор, а это 3-5 тысяч рублей. Ой, а почему так дорого? А давайте вы сядете на этот конструктор и сами поедете в транспортную компанию. Давайте сядем, но по дороге где-нибудь автомобиль у нас заберут тоже, ну, как бы так. Покупаете автомобиль без документов. Хотите, чтобы мы без документов сели на автомобиль и доставили его до транспортной компании. Так, к сожалению, не делается. Вот, но теперь давайте все-таки разберем дром, посмотрим, что там, к чему. И еще, что касается конструкторов, конструктора мы не ищем. То есть, можем их только осмотреть, где их искать конструктора. Сейчас зайдем на дром, я вам все подробненько покажу. Вот, и следующий момент. Автомобили, которые как раз висят на дроме по заниженной стоимости, там, на порядок у нас заниженная, в пути, под заказ. Ребят, если вам эта тема интересна, тоже отпишитесь обязательно в комментариях. Тоже разберем эту тему. Опять же, такое же видео есть уже где-то у нас на канале. Но в этот раз, если вам действительно будет интересно, разберем ее подробно. Прям откроем множество фирм, будем их прозванивать. Ну и, скажем так, выводить, да, на чистую воду. Что это такое за развод? Поэтому не поленитесь, напишите в комментариях, интересно вам это или нет. Друзья, давайте все-таки разберем, что такое дром. Вот, не знаю, что получится с записью, записываем с телефона. Заходим на дром. Давайте еще раз продублируем. Не важно, как писать. Хотите русскими, хотите английскими буквами. Без разницы. Допустим, дром у меня сразу вылетает. Открыли, попали, мы с вами на Россию. То есть, в России продается 455 558 автомобилей. Нам нужен с вами либо Приморский край, либо Владивосток. Но будем, сегодня будем с вами ориентироваться именно по Владивостоку. Итак, зашли. Перед нами, назовем это, поисковик. Где можно выбрать марку автомобиля. Допустим, Toyota. Модели автомобиля. Здесь все модели. Поколение. Я бы, если честно, не советовал. Допустим, Приус, да вот так, поколение. Четвертый, рестайлинг. Можно это выбрать. Но я бы не советовал это делать. Это лишний, если честно, геморрой. Можно выбрать год автомобиля. Так, на цену я нажал, да? Ну, допустим, вот цена, да, от и до. Там вот 650 тысяч рублей до. Можно выбрать год автомобиля. Вот я так ставлю просто, там, от до КПП. Тоже не советую выбирать КПП, потому что не каждый, как бы, продавец указывает КПП. Кто-то может просто не указать КПП, да, и, соответственно, этот автомобиль в поиске не появится. Топливо, тоже не советую ставить эту галочку, потому что продавец может просто не указать. Можно выбрать объем двигателя, также от до. Можно выбрать привод. Кто-то указывает, кто-то не указывает. Тут уже на свое усмотрение. Обязательно нужно поставить галочку не проданные. Галочка с фотографией. По вашему усмотрению. Кто-то выставляет фотографии, кто-то не выставляет фотографии. Далее. Расширенный поиск. Тип кузова. Седан, хэшбэк, хэшбэк, три двери. Тоже, ребят, на свое усмотрение. Хотите, ставьте, хотите, не ставьте эти галочки. Цвет. То же самое. Я цвет никогда не ставлю. Документы. Но вот здесь, как бы, это очень важный параметр. По документам. Потому что, допустим, если вы выберете документы, неважно, у вас вылезут все автомобили и с документами, и без документов. Если вы берете галочку в порядке, у вас вылезут автомобили только с документами. Ну, соответственно, если вы берете, нет ли проблемные, то вылезут автомобили без документов. Повреждения. То же самое. Не требует ремонта. Это целые автомобили, которые действительно ремонта не требуют. требуется требуется ремонт или не на ходу это те автомобили которым требуется ремонт руль естественно мы выбираем правый руль дополнительно отчеты гибдд дром оси сертификация ничего ставить не нужно то же самое лошадиных сил я бы ничего не стоял пробег не стоял без пробега по рф галочка если вы ищете машину без пробега то ставьте галочку если ищите из пробега без пробега можно не ставить ключевые слова тоже в принципе писать ничего не нужно ну и соответственно жмем показать но сейчас мы рассмотрим с вами на не на тойоте да просто на всех автомобилях то есть выбираем с вами любое 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 все галочки у нас стоят без пробега поставили показать и так вот высветились у нас все явления которые все машины которые продаются во владивостоке prius aqua там прадики шаттлы nissan и в принципе в принципе все автомобили единственное не поставил так ну допустим ищем автомобиль с вами ценой до 1 миллион 200 тысяч рублей ищем без пробега и ищем с 2014 года показать вот они все автомобили кто не определился с марка автомобиля для удобства чтобы вы не сидели там в телефоне за компьютером не листали в это год весь дрон смотрите вверху есть такая графа объявления есть модельный ряд нажимаем модельный ряд и об у нас вылазит автомобили по большинству и так больше всего продается фитов от 2014 года до 2020 года стоимость от 620 тысяч до 1 миллиона 130 тысяч рублей заходим fit и перед нами все fit и как бы за обозначенную стоимость там минимальную максимальную кстати минимальную мы не выставляли можно выставить минимальную стоимость также можно выставить минимальный год то же самое касается и других автомобилей то есть посмотрите да на первом месте на первом месте во владивостоке больше всего продается fit of 157 объявлений дальше следует не сам ноут от 15 до 19 года потом идет филдер ну филдера действительно большой выбор филдер виц кстати сегодня витса смотрели блин клевый овощевиц 579 тысяч по моему стоит 4000 скинули но вроде как собираются брать его 22000 пробег акв очень много шаттлы лифы лифы ребят это вообще отдельный разговор сейчас весна сейчас лето сейчас на них будет просто нереальный ажиотаж почему-то весной а как бы все равно люди больше берут автомобили но полив поливом прям все хотят себе на лето купить электричку аксио про боксы и так далее вот в принципе в принципе здесь ничего сложного такого нет я думаю любой сможет с этим разобраться далее как скопировать ссылку многие не знают вот смотрите вот зашли мы вот хотим проверить вот этого фита двадцатый год 2000 пробег миллион сто двадцать пять тысяч странный фит двадцатый год вообще не проходной год смотрите заходим зашли нажимаем строчку браузера скопировать скопировали зашли ватсап допустим к нам ватсап нажали вставить это называется скинуть ссылку на автомобиль все чтобы мы видели что за автомобиль сколько он стоит год автомобиля и так далее ничего сложного ребят в этом нет я думаю в принципе всем понятно как искать автомобили на сайте drum.ru я что касается автомобилей без документов то есть конструкторов допустим ставим там с 2001 года выпуска ну опять же указываем галочки нет или проблемные без пробега показать все выходят все автомобили без документов опять же вот у нас сейчас стоит модельный ряд больше всего автомобилей без документов это и steam 122 объявления от 300 до 50 до 560 тысяч гибрид автомат 4 в.д. передний привод альфарды крауны стебаган и одиссеи хорьки многие тоже путают скидывают такие объявления и говорят уж что я хочу поставить машину на учет друзья такие автомобили на учет не встают это машины без документов конструктор грубо говоря вы кстати вот они помечаются вот таким вот флажочком до красненьким грубо говоря это запчасти но многие покупают эти автомобили переваривают планки там переделывать раньше были распилы сейчас распилы уже мало везут распила но тем не менее они есть вот такая вот и steam он 2005 года она не будет стоить 375 тысяч рублей даже пробежный автомобиль 375 тысяч рублей стоит он не будет двенадцатый год 244 воды 148 тысяч пробег 415 тысяч так что вот так вот ну и выходим обратно что касается автомобилей под заказ это как правило можно указать но мы сделаем проще пролистаем все фиты пометочка было можно было сюда сюда нажать архив смотрите под заказ пути fit 16 год 1 и 300 лошадиных сил передний привод 500 тысяч рублей ну где взять такую цену без пробега пробег не указан держим цены на прежнем уровень фиксированная комиссия всего 100 долларов знаете я вот никогда в это не верил никогда в это не поверю я так понимаю 100 долларов это комиссия за привоз автомобиля 100 долларов это насколько там грубо говоря 75 рублей до 7 500 не верю в это автомобиль в личном состоянии указано конечно стоимость со всеми расходами в владивостоке при привезем любой автомобиль привезем любой ваш заказ в течение двух-трех недель на протяжении всего пути ваш автомобиль застрахован и так далее друзья на смотрите если интересно вот эта тема прям разберем ее подробно и ты по 500 поэтому не ленитесь оставляйте свой комментарий и будем с вами разбирать что касается дрому еще раз повторюсь у нас авито автору сайта они есть они существуют но не актуально поэтому ищите все автомобили на сайте drom.ru и надеюсь было всем понятно поэтому на сегодня все всем пока